На больших стройках всегда можно увидеть шарнирно-сочлененные самосвалы марок Volvo и Caterpillar, которые теперь стали санкционкой. А значит, пришло время, чтобы российские заводы могли предъявить свои аналоги подобной техники. Так, на столичной выставке CTT Expo петербургская компания Yamal Spetsmash предъявила двухосный самосвал, по уверениям разработчиков, способный перевозить до 25 тонн груза по самому суровому бездорожью. У машины оригинальная рама и узел сочленения, а вот мосты взяты от трактора Кировец. Под кабиной выставочного экземпляра стоит 300-сильный турбодизель Cummins, который, однако, теперь предстоит заменить Камазовским V8. Ну и дорогущей коробке Ellison, за которую производитель нынче просит около 20 тысяч долларов, придется подобрать альтернативу. Это трудная задача, но теоретически автомат реально подобрать из ассортимента Минского завода колесных тягачей. В любом случае, Yamala имеет свой неширокий, но верный круг почитателей. В гамме производителя присутствуют двух- и трехосные модели, которые могут выполнять самые разные задачи, а не только возить сыпучие грузы. Капотный тонар Т-35 напоминает технику Volvo и Caterpillar гораздо больше. Это второй сочлененный самосвал, построенный подмосковной фирмой, при том конкретный экземпляр уже продан некоему клиенту. Интересно, что полурамы, механизм сочленения, подвеску, кузов, кабину, раздатку и даже мосты тонар выпускает своими силами. А ведь совсем недавно над авторами проекта посмеивались, что они уделяют излишне много внимания вопросу замещения импорта. Поэтому, например, конструкторы модели Т-35 сразу заложили возможность установки ярославских восьмерок от дачи 420 сил. Хотя выставочная машина скрывает под своим длинным капотом 13-литровый дизельный Cummins. Заместить гидроавтомат Ellison будет сложнее. Но если создатели Ямала посматривают на белорусские агрегаты, то представители Тонара возлагают надежды на параллельный импорт или восстановленные автоматы. В любом случае, на выставке этой разработкой активно интересовались и строители, и дорожники, и представители добывающей отрасли. А куда деваться, если рынок сочлененной техники фактически прекратил существование, скукожившись до одного Белаза. Кстати, над ломающейся рамой также экспериментировал КАМАЗ. Челнинский Геркулес показывали на прошлогоднем Комтрансе. Правда, с того момента никаких известий по поводу амбициозной новинки не поступало.